Все, клещ работает. Через несколько часов наступит момент истины. Был ли этот клещ с подвохом и мог ли он переносить энцефалит своим хоботком? В этом году клещи открыли охоту на жителей региона 3 апреля. На данный момент в крае выявлено уже более 3000 укусов. Если вы пройдете, возьмете энтомологический флаг, так называемый, и пройдете по лесу, по условному кордону, где-нибудь километр, в среднем где-то 130-160 клещей получается. На один километр с лишним клещей? Да. Но это в период активности, то есть в период пика, естественно. Потом он снижается. Численность клещей в регионе держится примерно на одном уровне. Нельзя сказать, что с годами членистоногие становятся более заразными. Хотя жители региона все же могут встретиться с клещами, которые переносят болезнь лайма, анаплазмоз, сибирский клещевой тиф, туляремию и, конечно, энцефалит, который может привести к смерти. На сегодняшний день зарегистрировано 197 человек с подозрением на сибирский клещевой тиф. Кроме того, в стационарах Алтайского края в настоящее время находятся 3 человека с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. И, кроме того, зарегистрировано 11 человек с подозрением на заболевание к содовым клещевым боррелиозом. Если вы заметили на себе присосавшегося клеща, его необходимо сдать в лабораторию на проверку. Аккуратно снять клеща помогут в травмпункте. По-хорошему для исследования нужен живой клещ. Его лучше поместить в какую-то емкость. И несете желательно к нам в вирусологическую лабораторию. То есть сдаете клеща, там ему смотрят, если в нем энцефалит. Если вы принесли живые, в вирусологии проверяют на энцефалит методом МФА, дальше, если вы хотите знать больше, они передают в ПЦР-лабораторию, там как раз на лайн боррелиоз, на все остальные инфекции, они тоже вычисляют. Важно, все это нужно успеть в течение трех дней. И если у клеща будет обнаружено какое-то заболевание, необходимо срочно обратиться к врачу. Кстати, бывает, что клещ несет в себе сразу целый букет инфекций. А поскольку членистоногие закрывают сезон охоты на людей только в сентябре, риск оказаться с клещом один на один есть у каждого. Продолжение следует...